Добрый день! Здравствуйте! Сегодня с вами приготовим обалденно вкусные кинжутные печенья. Для этого нам понадобится кинжутное семечко, заранее его надо поджарить, мука, сахарная пудра, масло, соль, одно яйцо, ванилин и разокрытель. Возьмем одно яйцо, добавим щепотку соли и добавляем сахарную пудру. После того как размешали, добавим масло, масло можно чуть-чуть подтопить, тоже хорошенько перемешать, теперь можно добавить муку, ванилин, пол чайной ложки разрыхлителя, тоже перемешать. Как видите, руки мы не пачкали, я хочу чтобы вы видели все очень близко. Вот такое тесто, вот такое текучее. Теперь добавим сюда половину кинжутных семечек. Остальная половина нам понадобится, чтобы обмакивать эти печенья сверху. Выстилаем пергаментом лист, отложим в сторону. Теперь возьмем кинжутные семечки. Наша масса уже немножечко прихватилась, как бы она стала более плотнее. Теперь будем брать ложкой. Опускаем это в кинжутное семечко. Посыпаем сверху. Делаем вот такой шарик. И выкладываем на пергаментную бумагу. Берем тесто. Опускаем кинжутное семечко. Посыпаем сверху, чтобы руки не испачкались. Делаем вот такой шарик. И так продолжаем. Между ними надо оставлять расстояние. Стараемся делать одинаковые. Для этого и используем ложку. Все-таки, примерно, вы видите сколько здесь. Какой тут размер. Вот мы уже их подготовили. Пока я делала вторую часть. Я их сделала, кстати, удлиненными вот такими. Эти уже расползлись чуть-чуть. Теперь мы идем в духовку. 170 градусов, 7-8 минут. Обязательно надо контролировать. Даже не надеяться на время. А смотрите, как только краешки чуть-чуть поджарились, надо вынимать из духовки, потому что они могут подгореть. Прошло ровно 7 минут. И наши печенья спеклись. Но горячими их трогать нельзя. Они должны остыть. После того, как остынет, мы их будем убирать. Наши печенья спеклись. Они довольно-таки приятные. Видите, они и с этой, и с этой стороны. Я их отломаю. Они еще теплые, не совсем остыли, но уже хрустящие. При желании с них можно сделать даже пирожные. Пока горячие, их можно вот так скручивать в трубочки или же делать из них пирожные. Но они сами по себе настолько вкусны, что больше ничего с них делать не надо. Надо налить чашку кофе и пить на здоровье. Я думаю, вам понравилось. Обязательно делитесь видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, кто не подписался. Желаю вам удачи, счастья и благополучия. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Всего вам доброго! Поехали! 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 Поехали!